Привет! В этом видео будем рассматривать правильное устройство кровельной системы. Пробежимся по всем элементам кровли, которые здесь сделаны. Вы будете потихоньку начинать разбираться, как нужно правильно все сделать. И потом мы каждому элементу посвятим отдельное видео, в котором уже будем более детально рассматривать, как правильно монтировать, как это должно быть. В этом видео пробежимся просто по всем блокам. Конкретно на этой крыше мы будем монтировать металлочерепицу, подошьем карнизный свес, установим водосточную систему и установим снегозадержатели. Постараюсь детально вам показать эти моменты. Сейчас я вам расскажу разумный пример экономии денег на объекте. Это дом из кирпича и у заказчика уже были свои доски, поэтому мы делаем из них. И плюс это хорошая экономия в том, это наверное ни для кого не секрет, это поэтапное строительство. Изначально мы возведем здесь крышу, сделаем кровельное покрытие, это будет теплая крыша, а потом уже заказчик самостоятельно будет утеплять этот дом, когда у него появится на это средство. То есть для начала нам нужно просто смонтировать здесь металлочерепицу. Если рассматривать кровельный пирог, то как он выглядит? Изнутри наружу. Это будет установлена пароизоляция, между стропильной системой будет смонтирован утеплитель. На утеплитель уже монтируется гидроветрозащитная мембрана раскатывается между стропил. На нее устанавливается вот такой вот брусок 50 на 50 для создания вентиляционного канала и уже сверху идет доска для контуропрешетки для металлочерепицы. Расстояние между вот этими досками 35 сантиметров это под металлочерепицу Супер Монтерей. Если обратиться к СП17-133-30-2017, то для крыш с углом ската более 45 градусов, вент зазор будет равен 40 миллиметрам. От 25 до 45 градусов тоже 40 миллиметров. От 5 до 25 градусов 60 миллиметров. Если наклон кровли менее 5 градусов, то вент зазор делается 100 миллиметров. Примечание. Высота вентиляционного канала принята для длины ската не более 10 метров. При большей длине ската высоту канала увеличивают на 10 процентов. Либо дополнительно предусматривает установку вытяжных устройств. Еще чтобы не повредить гидроветрозащитную мембрану гвоздями, укладывается вот такая вот пленка под вот этот брусок. По-хорошему конечно обрешетку монтировать на гвозди. Что касается кровельного покрытия металлочерепицы вообще, нормой является 0,5 металлочерепица и экономия на толщине металлочерепицы это как раз таки пример неразумной экономии. Часто люди бывают даже покупают себе цельные листы. Бывают там по 7-8 метров и 0,4 толщины, которые без повреждений поднять на крышу практически невозможно. Хочу обратить ваше внимание, что крепление стропил производится на болты. Здесь сложная ломаная крыша. Не самый конечно лучший пример для металлочерепицы. Для сильно ломаных крыш я бы рекомендовал использовать гибкую черепицу. Еще раз повторюсь, что здесь материалы заказчика это доска шириной 180 сантиметров. Вообще по-хорошему нужно было бы использовать 200 сантиметров. Здесь вот так будет между стропил класса утеплитель. Расстояние между стропил здесь 49 сантиметров, потому что утеплитель будет 50 сантиметров и чтобы он мог укладываться в стропилу. Здесь уже будет утеплена крыша, смонтирована пароизоляция. Если кровля будет утепляться в 200 или в 250 сантиметров, то сюда дополнительно нашьется брусок и уже можно будет утеплить большее количество слоев. Что касается гидроветрозащитной мембраны, на утепляемых кровлях применение мембраны обязательно. Это нужно, чтобы конденсат под металлом не попадал на базальтовый утеплитель, гидроветрозащитная мембрана. Впоследствии уже выводится на металлический капельник, который будет ввести водосточную систему. С обратной стороны это выглядит следующим образом. Здесь капельник, гидроизоляция выводится на капельник, гидроизоляция приклеивается лентой к этому капельнику. Здесь будет установлена впоследствии вот так сетка, чтобы птицы и прочие незваные гости не попадали в подкровельное пространство. Если вы смотрели другой мой выпуск про металлочерепицу, я показывал несколько способов оформления вот этого узла. В этом случае происходит самая лучшая вентиляция подкровельного пространства, потому что мы вот этот вот зазор ничем не закрываем. Здесь уже в будущем будет нашита доска, установлены крюки водосточной системы и на них уже будет выводиться торцевая планка. С внешней стороны чаще всего используются перфорированные софиты. Недавно как раз таки рассматривали инструкцию по монтажу этого элемента. То есть металлические софиты здесь установлены джефаска и далее это будет уже выглядеть в готовом виде следующим образом. Капельник всю воду из-под металлочерепицы из внутренних яндовых планок будет выводить водосточный желоб и вода будет отводиться от дома. Здесь у нас сверху будут установлены снегозадержатели металлические, они устанавливаются над несущей стеной. Здесь уже смонтировали все эти элементы, то есть установлена сеточка, установлены крюки водосточной системы, капельник, смонтирована металлочерепица и уже скоро монтаж будет близиться к своему завершению. Под Майерлат обязательно подкладывается гидроизоляция и уже к Майерлату происходит крепление стропил. Между коньком и металлочерепицы устанавливается вот такой вот уплотнитель, он очень напоминает поролон, он не препятствует вентиляционному зазору, но в то же время снег и птицы туда не могут проникнуть. Но на самом деле не все так однозначно с этим элементом, нужно съездить на кровли на инспекцию наших кровель, которым более пяти лет, посмотреть не забивается ли пылью вот эта вот прокладка, потому что возможно, что она будет препятствовать созданию вентиляции. Для того, чтобы все запилы были выполнены ровно, чтобы крыша сама по себе была у вас ровной, чтобы шла стропильная нога к ноге, все это было четко запилено, конечно нужно же, чтобы руку приложил мастер. В местах Яндовы дополнительно прокладывается полотно гидроветрозащитной мембраны, чтобы вообще исключить возможность протечки по вдоль, по всем Яндовым. Саморезы устанавливаются под волну металлочерепицы, если фиксировать металлочерепицу таким образом, то при просмотре снизу вот этот вот крепеж не будет виден вообще и все будет красиво смотреться. На сложных кровлях, у которых есть внутренние углы, устанавливается планка Яндовы, которая позволяет вот этой плоскости выводить всю воду в водосток. Еще поверх внутреннего угла устанавливает планка Яндовы верхнюю, которая несет чисто декоративный характер, поэтому она как бы не обязательно. Необходимо установить нижнюю планку Яндовы. Еще хочу заострить ваше внимание на таком моменте. Вы наверняка планируете стройку за месяц-два, а то и за годы. Обращайтесь в строительную бригаду заранее, за месяц или за две недели хотя бы, чтобы вас успели записать в график монтажей. У нас сейчас работает 8 бригад и все из них заняты. И у нас график монтажей расписан от недели до месяца вперед. К нам очень много людей приходит по рекомендации и мы с ними заключаем договор на определенную дату. Когда у нас монтажники освобождаются, они уже заходят. И заказчику, по сути, не приходится ждать, но очень часто обращаются в компанию люди, которые говорят, я готов, чтобы ко мне вышли на объект прямо завтра. Ну, с хорошей строительной бригадой такого не бывает. Если в сезон бригада сидит без дела, то, скорее всего, это не очень-то и хорошая бригада. Поэтому всегда планируйте строительство заранее. Над коньком дополнительно устанавливается вот такой вот элемент, который защищает от воды и позволяет вентилировать вот это пространство. И сверху уже металлочерепица будет закрываться коньковым элементом. Со стороны вот этого барабана, как раз таки, который я вам не показывал, устанавливается джефаска. Если ширины джефаски не хватает, то для этого можно использовать плоский лист. И здесь в местах переклёста установлена вот такая вот аккуратная вентиляционная решеточка, чтобы это красивее смотрелось. Далее здесь еще будет установлена торцевая планка, которая имеет специальный небольшой капельник, который отводит воду от фасада. И вот здесь, где идет несущий ригель, мы его закрыли плоским листом, чтобы кровля смотрелась также гармонично. Только-только мы отсняли весь материал и выглянуло солнышко и стало теплее. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, следите за новыми выпусками. В будущем у нас огромный блок, посвященный кровлям. До новых встреч!